Привет! Итак, продолжаем рубрику «7 секретов счастливого человека». Первый секрет у нас был секрет свободы, то есть как освободиться, как выйти из этого колеса, в котором как белочка крутится большинство людей на этой земле, то есть как стать свободой. Очень интересная мысль, да? Секрет. Второй секрет — это секрет реальности. Секрет реальности говорит о том, что любая наша мысль обязательно материализуется. Чуть язык не сломал. То есть любая наша мысль обязательно материализуется. То есть другими словами, вот всё, что мы себе задумали, обязательно воплотится реально. Но при этом, конечно, мы должны думать, первое, о чём-то хорошем. Это должно быть обязательно хорошее. Второе, как говорится, мы должны уже знать предел своих возможностей, реальность, то есть этот мир вообще, что возможно, что невозможно. То есть и тогда мы можем написать это на бумагу нам, повесить, например, перед лицом куда-нибудь на доску и постоянно об этом думать. И думать, где, как, что, где может случиться в этом направлении, да? При этом, как говорится, не забывать то, что есть универсум, есть Бог, да, который тоже видит, о чём мы думаем. Это как отец-сын. Вот представь себе, ты отец, например, или мама, да? У тебя есть сынулька. И вот этот сынулька, например, он взял карандаш и нарисовал себе какую-то машинку, красненькую машинку, вот такие-то колёсики, да, вот такой-то корпус. И повесил себе над кроваткой. И тебе каждый раз говорит, мам, вот такую машинку, игрушку я хотел бы себе заиметь. Вау! Я был бы самый счастливый ребёнок на этой планете Земля. Вот хочу такая машинка, вот так, 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 мам, красная, да, с четыре колёсика, вот то-то-то, белая крыша, там, то-сё. И ты знаешь, я примерно знаю, там, в таком-то магазине её видел, да, например, Лего, стоит там 50 евро. Бо-а-а! Столько денег, да, то есть, для Германии, может быть, это не так много, да? Ну, там, скажем, для какой-то африканской страны, там, или ещё какие-то страны, Азии, где люди заработают за 1 евро в час, да, или в день, конечно, 50 евро – это огромная сумма, да? Да, ну, даже для маленького ребёнка 50 евро – это огромная сумма. И вот он постоянно с тобой говорит и вечером, и утром, и за столом, и под столом, и играется, и в школу идёт, и в садик, и туда, и сюда. И вы постоянно об этом только, он тебе и три, как это слово русское было, постоянно тебе тарахтит об этом, да? Мама, вот та машина, красные колёса, белые, то, сё, пятая, десятая. И ты, как любящая мать или любящий отец, думаешь, ну, надо же вот он что-то задумал такую, вот эту машинку приобрести, надо ему помочь, моему сынку, да? И ты начинаешь предпринимать какие-то действия, и потом один прекрасный день, сын просыпается, да, или приходит домой, и ты ставишь ему коробку такую, он раскрывает её. И там такая красная машина с белой крышей, с четырьмя колёсами, и так далее, и тому подобное, как раз то, что он себе представлял. И он, конечно, на седьмом небе, он тебя обнимает, целует, да? И он самый-самый счастливый ребёнок в этот момент на Земле. Вот это называется сигарет реальности. Любая наша мысль обязательно станет, проявится, станет материальной, да? То есть, если ты, например, даже в игре имеешь огромнейшие мысли, скажем, ну, какие могут быть… Ну, вот кто-то, например, задумал себе конкретно, да, там, я выучусь, получу хорошую профессию, да, и стану там инженером, да? И вот всё время только в этом на одном направлении работать. Ну, конечно, он выучится, конечно, у него будут хорошие оценки, конечно, он станет хорошим инженером и так далее, и тому подобное, да? Если кто-то, например, поставил себе цену, не знаю, там, только мечтает об этом, там дом построить, да, то он будет сутками работать, будет смотреть, как здесь экономить, какие кредиты получить, то есть, где, чего, как. Но это должно быть реально не так, чтобы ты сегодня что-то купил, завтра у тебя набрал банк, да? То есть, и во многом, во многом, во многом, да, любая наша мысль, она материализуется. Или, например, ну, например, Библия нам говорит о том, что человек может жить вечно, да, вечная жизнь. Это такая тема, да, то есть, все об этом знают, да, что наш организм, он действительно создан так, чтобы мы могли бы жить вечно. Ну, вот этот выключатель, он временно отключен, да, то есть, мы живём сейчас 100-120 лет, не больше. А вообще, наш организм, мы можем жить вечно, да, и об этом Библия говорит. Иисус, например, воскрес, да, и, кажется, то есть, ничего такого в этом нету, да, и вот человек, если упорно в это верит, в воскресенье, да, то настанет время, и он будет, на самом деле, жить вечно. То есть, его мысль, его вот эта движущая сила, да, всю жизнь она его будет нести, да, и потом один прекрасный день она материализуется, и человек станет жить вечно. Вот, подумай над этим моментом, да, очень интересная мысль, то есть, секрет реальности, любая наша мысль может материализоваться. Ну, а если ты думаешь, что, ой, я заболею, я не буду жить, я буду больной, кривой, косой, бедный, да, ты получишь это по полной программе. Так устроена жизнь, да, вот, то, что мы себе желаем, то мы и получим. Но желать мы себе должны только правильные, хорошие вещи. У меня есть такое правило тоже в жизни, кажется, если я что-то где-то делаю, я стараюсь руководствоваться этим правилом, на немецком языке оно означает так. То есть, делай хорошее, потому что это хорошее. Вот что-то, если хорошее, да, вот, заставь себя это делать. Иногда я тоже, как говорится, не всё хочу делать, да, где-то что-то, как-то, но потом думаешь, вот это сделал бы, ну, надо это сделать, это правильно, ну, надо так сделать, да. И потом хорошие плоды. Ну, а потом со временем этих вопросов становится всё меньше и меньше, и ты стараешься уже по жизни делать так, всё, как стараться, как правильно, да, и уже на автопилоте получается это. Сеешь добро, и потом собираешь хорошие фрукты, ну, а там где-то какая-то опасность, да, вот, там стараешься избегать этого всего дела, как-то. Итак, с вами был Виктор Балет и секреты, значит, свободы, секрет реальности. Эти два секрета мы рассмотрели, теперь мы рассмотрим третий секрет, секрет красоты, да, в следующем ролике. Пока-пока. Вообще-то, не прощаюсь, давайте в следующий ролик заходите и смотрите этот секрет красоты.